Долгожданное новоселье. В Ордынском районе сразу 9 человек получили ключи от новых квартир. Это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Как в Новосибирской области работает программа по обеспечению жильем тех, кто своего дома был лишен, расскажет Константин Клещин. Новоселы полностью заняли один из только что сданных домов на улице Урожайная. Все 9 квартир. Они по 40 квадратных метров. Блочное строение, по мнению главы Ордынского района, как нельзя лучше подходит для решения жилищного вопроса детей-сирот в сельской местности. С одной стороны, это по-прежнему деревенский дом на земле, так как есть, пусть маленький, но свой участок. С другой стороны, городская квартира с центральным водоснабжением и отоплением. Поэтому здесь сделана мини-газовая котельная, которая сегодня отопляет эти дома. И независимо, находится кто-то в квартире, не находится. Жилое помещение содержится так, как оно должно содержаться. Решение жилищных вопросов в районах области для государства задача важная, но сложная. Купить в большом количестве подходящие квартиры или дома проблематично. Новации приветствуются. Поэтому инвестору с идеей блочного строительства в Ордынском районе были рады. Купили 32 квартиры для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Еще четверым выдали сертификаты. Впрочем, в масштабах Новосибирской области это лишь часть большой работы. На сегодняшний день 3500 граждан нуждаются в обеспечении жилым помещением. И в этом году из них 700 человек справят новоселье. Основная масса нынешних новоселов в Новосибирской области въезжает в жилье по классу социального найма, претендуя на перевод его в собственность, что возможно через пять лет. И за это время очень важно, чтобы новые хозяева научились содержать в порядке квартиры, не создавая коммунальные долги. Все это будет иметь значение, когда подойдет момент приватизации. Константин Клещин, Тарас Тарасов, Новости ОТС.